друзья всем привет меня зовут наталья я очень рада вас приветствовать на своем канале о вязании сегодня вам хочу показать свою готовую работу также вам покажу свой новый процесс у нас пришла настоящая весна такое солнышко весеннее яркое каждый день и в общем у меня вчера возникло желание вязать побольше уже такого таких летних вариантов да и я села начала себе вязать джемпирог легкий летний весенний в общем покажу вам дальше еще новый процесс покажу небольшие покупочки у меня пришел заказ но не полный тоже вам покажу расскажу так и что у нас сегодня ну наверное как бы это основные темы до этой болталочки и давайте начнем с готовой работы сразу скажу по пряжи потом покажу то что у меня связалась вязала из пряжи газал бобикатон здесь у меня 25 грамм 82 метра маленькие такие моточки 50 процентов акрил 50 хлопок номер цвета 3413 так ну все да все данные вам сказала я вязала тунику для своей младшей доченьки и она меня готова вот такая туничка у меня связалась так все они входят конечно на в кадр она у меня постиранная но еще не отпаренная и у меня тут только осталось еще доработать завязочку да вот я еще не знаю думаю может быть бусины сделать может быть еще какой-то декор может быть вообще так оставлю в общем не успела выдала сейчас минутка с вами поболтать у нас вчера выступил губернатор по телевидению разрешил с маленькими детками гулять около дома семьями поэтому моя семья сегодня наконец-то гуляет не на балконе а на улице дети радостные пошли гулять и я скорее уже подключиться к вам решила и поболтать показать то что у меня вяжется это что навязалось в общем вот такая туничка я с дочей вроде как договорилась что она завтра мне разрешит на себе и и с фото теле там видео может быть кусочек снять сегодня она была не в настроении как-то последнее время не знаю не любит примерять что-то то ли возраст сейчас такой не знаю я примерила на младшего сыночка да на братика двойняшку кто не знает дочи они примерно одинаковые комплекции дочи чуть-чуть просто у меня пополнее но я посмотрела что она будет классно на ней сидеть он у меня такой сейчас палочка выручалочка в общем без проблем все на себя мерит но на нем я конечно же фотографировать не буду завтра я попытаюсь это все сделать на дочи значит вязала на 4 года по расходу у меня ушло сто двадцать пять грамм ровно то есть пять моточков вот таких маленьких так что вязала снизу вверх кто не видел да я показывала ее периодически болталках вязала вот снизу вверх здесь у меня идет вот такой красивый ажурный низ сделала на поясе завязочку и дальше получается вверх вот где горловинка это просто ровный верх никакого росточка тут ничего я не стала вывязывать в принципе вот как говорю посмотрела да сегодня поверила на сына хорошо сидит она на ребенке поэтому в принципе такую модель можно вязать без ростка но я смотрела тоже как-то мастер-классы женщины на себя вязали там тоже несколько мастер-классов я видела росток никто не вывязывает ну в общем я решила тоже так попробовать что здесь единственное как бы мне не очень понравилось так тут конечно надо все будет отпаривать немножко еще неровно вот этот момент да давайте наверно ровно положу вот так чтобы вам объяснить значит что я тут делала когда дошла до того момента где мне нужно будет разделять вязание на перед и спинку я решила делать не резко вот набрать до петли на рукавчик а постепенно добавляла петли чтобы ну так вот немножечко как скруглить что ли сказать но не знаю возможно из-за того что здесь у меня этот узор немножко стянул вот это место как-то вот мне этот вот момент не очень нравится на ребенке это смотрится красиво но когда вот так лежит на столе не очень это все смотрится но не знаю теперь уже конечно я так и оставлю кто будет вязать по этому мастер-классу в принципе можно вот когда я показываю до отделяю перед и спинку а можно просто сразу набрать не делая вот это скругление набрать петли так сколько у меня получилось девочки 11 3 14 петель у меня вместе с кромочной здесь получилось можно сразу их набрать и вязать и вывязывать вверх да это во первых и проще будет и вот это место сам рукавчик будет пошире то есть сейчас это получается такой узковатый до рукав у меня идет он конечно на ребенке нормально сидит поскольку ну детки ручки узенькие тут еще и свобода хорошая получается но эту модель в принципе можно было сделать так чтобы вот этот рукав был шире я если буду второй раз еще вязать тунику такую я сделаю просто вот этот прямой угол и не буду заморачиваться сильно вот с этими вот добавлениями петель это вам на заметку кто будет вязать по мастер-классу получается здесь что перед и спинка абсолютно одинаковые поскольку тут не ростка я как уже сказала да ничего я не делала вяжется очень легко по узору вот поэтому я отсняла подробный мастер-класс здесь я получается вязала так по низу показывала узорчик как поворотным вязанием по кругу точнее да по кругу как его вязать мастер-классе я показала подробно как вязать поворотными рядами то есть вот этот верх я уже вязала поворотными рядами и если вдруг вы в мастер-классе когда начнете отделите да все и начнете вязать и у вас не получится поворотная вот это вязание узора вы можете обратиться к мастер-классу и посмотреть там ну бывают да такое что не знают как по изнанке провязать хотя он очень простой этот узор я вам ссылочку оставлю на мастер-класс на всякий случай пусть будет ну вот такая получилась красота казалось мне что она будет узковатая туничка но нет сидит принципе нормально хотя можно было сделать еще немножко шире можно было для туники это допускается получилось что по фигурке чуть-чуть вот свобода есть облегание но я в принципе так и хотела чтобы одевать какие-нибудь лосины допустим ребенку да и вот такая туничка не широкая чтобы было но можно было чуть чуть пошире ее сделать вот вот такая работа девочки у меня связалась и мне кажется довольно интересная моделька в итоге получилось поэтому кто захочет вместе со мной вязать пожалуйста проходите на мастер-класс ближайшие дни я его выложу мне осталось его только смонтировать и снять начало я ее отпарю и отсниму начало да вот по тунички и все можно будет мастер-класс уже выкладывать поэтому ближайшие дни он выйдет на канале такая работа конечно когда дома вся семья снимать мастер-классы это не очень удобно просто я не знаю выкраиваю минутки моменты чтобы показывать какие-то вот нюансы да когда просто сидишь вяжешь какое-то изделие и потом рассказываешь у так в болталках то что у тебя провязалась это намного проще чем снимать мастер-классы но не знаю вчера мы написали заявление в детский сад нас попросили до 30 апреля что дети у нас находятся дома с нами поэтому впереди еще долгих внутри четыре даже наверное недели там же еще майские праздники будут получается до середины мая наверно у меня ребятишки будут дома у нас предупредили если ситуация изменится если все-таки разрешат сады раньше открыть то нас оповестят и мы раньше пойдем сад ну куда одеваться да такая ситуация будем значит сидеть дома так теперь давайте вам покажу свой новый процесс я просто вообще с него девочки в восторге так сейчас я быстренько это уберу ну вот девочки смотрите разложила тут как смогла поднимать наверно сейчас особо не смогу потому что переодела на две пары спиц чтобы хоть как-то можно было вам показать начала вязать себе джемпер легкий хотелось связать вот прям легкий воздушный такой знаете летний прям летний вариант чтобы он подходил подо все вижу из пряжи это также у меня газал baby cotton только здесь уже 50 граммах 165 метров номер цвета 3432 40 процентов акрил 60 хлопок начала вязать себе джемпер как уже сказала перед и спинка у меня будут лицевая гладь но там по низу изделия я еще думаю маленечко обыграть до туда дойду и посмотрим в общем что у меня в голову придет и посмотрите вот такие рукавчики будут обалденные просто девочки так фокус надеюсь у нас есть смотрите какая красота будет длинный рукавчик и полностью вот такой будет дырчатый до ажурный классный вообще не так нравится как смотрится именно вот этот узорчик с этой пряжи и в белом цвете это вообще на лето красота хочу чтобы он у меня такой получился универсальный то есть и под джинсы под любую юбку под шорты джинсовый да вот под все что угодно белый цвет в принципе он выигрышный куда все подходит так наверное положим и мне кажется что у меня должен получиться классный джемпер не знаю пока я на одном дыхании его начала вязать очень мне нравится все супер обычно вижу на тройке с этой пряжи здесь я решила вязать на три с половиной чтобы он еще более такой воздушный получился и мне кажется нормально посмотрите и не особо просвечивает такое вот полотно классное струящиеся получается единственное верх я горловинку когда набирала я набрала на троечку здесь у меня идет болгарский зачем последнее время мне нравится этот этим способом набирать горловину вот именно с этой пряжи да с хлопка полухлопка значит на тройку набрала провязала первый ряд по моему да и росточек я тройкой вывязала и уже после 1 . я перешла на три с половиной и теперь уже весь джемпер буду вязать на три с половиной вот как уже сказала рукава будут длинные и единственное пока еще не придумала как низ рукавчика обработаю и низ изделия тоже ну посмотрим может быть может быть айкордом принципе тоже как вариант посмотрим пока не буду загадывать загадывать нужно да тут довязать девочки но от рукавов я конечно обалдею у меня уже все в мыслях дочи своей связать такую красивую корточку с такими рукавами на лето только на пуговицах младший мне задавали вопрос наталья вы вяжете сыночку до своему что-нибудь крайне редко он у меня не любит вязаные изделия вот джемпера какие-то кофты не знаю вот не любит и все поэтому я ему вижу чаще всего аксессуары какие-то но бывает вот летний допустим сейчас я ему заказала пряжу буду вязать что-то типа пола для мальчика на лето спереди шнуровочка будет идти и разные цвета там будут присутствует тоже пряжа газал бобикатон единственное что сейчас вот время такое у нас до доставки все сдвинуты я заказываю обычно все в совместных покупках у нас в городе такой сайт есть и вот через него заказываю и пряжу там ну в общем все все что мне нужно и поэтому нужно будет подождать посмотрела там до 100 по закупке еще семь дней и потом пока счет выставит пока придет в общем будем надеяться что к маю мне пряжа придет и на лето будем вязать я постараюсь снять мастер-класс ну что-то типа пола футболка для мальчика в общем разных раз разные расцветочки ну вот так девочки смотрите мне очень нравится напишите пожалуйста как вам мой новый процесс понравился не понравился может что-то подскажете добавить я еще знаете что хотела сделать можно было вот здесь по центру пустить вытянутую лицевую да по-моему так она называется вот так вот один ряд мне кажется было бы тоже неплохо если бы я так еще немножко обыграла сильно много тут ничего не нужно добавлять поскольку рукава будут вот такие ажурные и наверное можно было вот разве что вот эту полоску со спущенной лицевой здесь пустить может быть и не надо было можно было в принципе по спинке такую полосочку сделать наверное было бы интересно ну да ладно уже теперь так вижу значит буду дальше вязать так это вот все что по вязанию кардиган свой тоже я вижу еще наверное мне сантиметров 10 может быть 15 провязать осталось и само полотно вниз очень медленно вяжется бы я прям не знаю столько времени он у меня отнимает но и получается классное изделие тоже периодически я вам его показываю и джемпер у меня еще есть вяжется из витабрилент там я совсем немножко продвинулась поэтому пока его вам показывать не буду и последний процесс который у меня есть плед по пледу тоже кстати много вопросов задают плед из гималайя долфин бэйби вижу два пледика там у меня сейчас вяжется 3 моточек всего 5 поэтому тоже как-нибудь вам ближайших болтал очках покажу значит по вязанию по процессам это все сейчас покажу вам немножечко своих покупок наверное и будем закругляться на сегодня и так девочки мне пришел заказ в общем не полный уже перед тем как мне оплачивать заказ пришло сообщение что два вида пряжи не было наличие не знаю первый раз такое почему как бы сразу да не ответили что на складе нет ну в общем не было уже возможности перезаказывать поэтому пришло то что было значит пряжи ализала на голд 800 заказ мне этот задержали эту пряжу я заказывала к весне хотела связать себе тонкий джем пирог с коротким рукавчиком я в общем гонялась девочки за этим цветом на камере не знаю как он будет передаваться но он просто обалденный мятный такой красивый цвет хотела именно вот эту пряжу в этой расцветке этот оттеночек и вот когда она появилась в той закупке я конечно же сразу заказала так здесь у нас 51 процент акрила 49 шерсть номер цвета 522 и в 100 граммах 800 метров но я думаю вам всем знакома эта пряжа мне она очень нравится не знаю теперь в принципе сейчас стоит начинать его вязать не стоит или уже подождать до до осени ли там до конца лета посмотрим может быть вдохновение придет и начну вязать раньше руки чешутся если честно девчонки поскольку ну вообще такой обалденный оттенок вообще класс можете зайти в палитре посмотреть по моему мята он называется очень красивый я планировала вязать две ниточки то есть получается на 100 грамм 400 метров я себе где-то наверное может быть года полтора назад вязала джемпирог с коротким рукавчиком и знака не помню точно название пряжи и он меня такой знаете походный так скажем то есть я в нем и в детский сад и куда-то в гости и везде везде и конечно же за такое время он у меня немножко поистрепался поэтому хотела вот взамен связать там единственное я его вязала добавляла белую полоску тут однотонный хочу связать ну и конечно немножечко дизайн изменить но в принципе вот такой вариант мне нравится если найду я вам фотографию вставлю не знаю если она у меня осталась конечно поэтому будем вязать это будет мастер-класс но вот девочки не знаю только когда начну посмотрим пряжа есть будем значит что-то думать и вязать и что еще в этом заказе мне пришло я не стала вытаскивать из упаковок девочки пришли вот такие две заготовочки это как вы знаете дает для вязания корзинок из трикотажной пряжи и вот как раз трикотажная пряжа не было того оттенка мне пришел отказ который я выбрала поэтому я сейчас перезаказала другой закупки буду ждать теперь эту пряжу хочу научиться вязать корзинки себе вот сюда нам свой новый стеллажик какую-то пряжу складывать может быть там не знаю аксессуары какие-то в общем вот такие две заготовочки пришли очень много сейчас мастер-классов на ю тубе потом какой-нибудь найду который мне нравится и буду пробовать вязать конечно же буду вам это все показывать и третье что мне пришло я наконец-то девчонки заказала себе манекен женский торс по моему 44 размер если не ошибаюсь как раз вот для моих изделий не всегда получается так наверное отсвечивает вам давайте я уберу эти заготовочки не всегда получается на себе какие-то моменты сфотографировать и там либо видео показать на торсе это будет проще допустим вижу джемпирог какой-то момент хочу вам показать поближе там объяснить и можно будет это более более проще делать да поэтому ну и какие-то готовые изделия тоже можно будет вам показывать пришел мне манекен этот я вам сейчас его показывать не буду у меня на балконе стоит в упаковке так раскрыли посмотреть что вроде дефектов нет ну не вытаскивали еще если честно следующий раз следующем влоге если что покажу может быть какое-то изделие уже готовые на продемонстрируем вот такие были у меня покупочки на этом вроде как все новости мои все вам рассказала вижу нахожу время конечно сложно трое детей дома муж на четвертый ребенок поэтому вижу в основном по вечерам напишите как у вас как вы сейчас вяжите как находите время свободное у кого маленькие детки я вижу в основном вечером с 10 и до двух ночи и с утра мне муж дает часиков до девяти поспать с ребятишками пока играет они проснуться а поэтому у меня вот сейчас такой график днем просто очень мало времени на вязание к сожалению но ничего это время пройдет они все я надеюсь у нас так они там конечно у нас еще и огороды начнутся у большинства я так думаю непонятно какая будет нынче ситуация стране поэтому огород садить однозначно надо ну и свое есть свое это я уже тоже неоднократно говорила поэтому вот такие новости огромное спасибо что посмотрели меня послушали подписывайтесь на мой канал ставьте лайк очень много всего интересного ждет нас еще впереди всем до новых встреч пока пока